Всем привет, ребят! Прошу прощения за то, что не удалось мне выйти в эфир вовремя. Просто так сложилось, что меня подсоединили к большому совещанию по студенческому спорту. И я пообещал, что я начну этот разговор, а впоследствии как бы немного удалюсь, потому что сейчас, несмотря на то, что у всех некая пауза, мы все сидим на удаленке, но настолько много идей и всего остального, что связано с развитием спорта в стране и в Москве и в целом и студенческий спорт и так далее, что, Хостя, если ты видишь, я не еду за рулем машины, чтобы было понятно, находясь с детьми на даче, где как бы такое маленькое пространство, поговорить нормально, в спокойной обстановке нельзя, потому что у меня вигвам. Я понял тебя. Хорошее укрытие ты придумал, молодец. Смотри, вкратце для тебя и для наших зрителей объясню, что сейчас будет происходить. Вообще, это некий формат общения нашего с тобой, но мы собрали вопросы, которые присылали нам в директ и в комментариях, которые относятся к тебе. Твоя задача будет ответить на максимальное количество вопросов, но ответить не просто односложно, а развернуто. И наши зрители будут, соответственно, оценивать твои ответы. Дим, уважаемые зрители, ваша задача ставить в комментарии к этому прямому эфиру вот такие лайки. И, соответственно, мы их будем учитывать. Если во время ответа или после ответа Димы мы набираем три лайка, мы переходим к следующему вопросу. Соответственно, если лайки пока не приходят, Дима отвечает на вопрос как можно более развернутый. Дим, все окей? Да, я готов. Первый вопрос. Чем кормить бегунов на финише при дефиците гречки? Ну, естественно, яблоками, бананами, апельсинами и гелями сис. Отлично. Так, мы ждем от грителей три лайка. Если им нравится такая еда после финиша, то мы перейдем дальше. Как ты думаешь, ну давай, пока ждем три лайка, чем еще можно кормить? Слушай, ну на самом деле, помимо гречки, кормили разными вещами. Как бы, да, была история, когда кормили продуктом, который является, ну, скажем так, сосисками на соевой основе. Я тебе для примера, как бы, говорю, да? О, слушай, это нормально. Нормально. Вот, кормили понятны, яблоки, апельсины понятны, пиво безалкогольное, да? Как бы, мы тоже понимаем, что, в принципе, безалкогольное пиво – это очень неплохо. Вот, чем еще? Если честно, мне, если говорить обо мне, ничего не лезет. Ну все, добро, давай. Три лайка есть, идем дальше. Сосиски сойдут за классный ответ. Лучшие примеры использования искусственного интеллекта, технологии и робототехники в любительском спорте? Прекрасный вариант. Даже не знаю сейчас, ребята, это лучше тоже дизлайки мне сразу ставить. Не знаю ответа на этот вопрос, но реально, как бы, так быстро я не отвечу на него однозначно. Примеры, лучшие примеры. Давай пофантазируем. Какой искусственный интеллект может быть в беге? Вот ты сейчас это сам сказал мне. Даже давай пофантазируем. Вот ты сам, вот если тебя взять, как бы, вот ты сам за что бы ухватился? Ну вот видишь, да? Вот и сидим. Не знаю, за какого-нибудь робота-пейсера. Ты знаешь, я думаю, что давай начнем с того. У нас есть прекрасный судья Юрий Сипатов. Вот если бы, условно, взять его и сделать его пожизненно судьей всех наших соревнований, и сделать его в виде искусственного интеллекта, который принимал бы решение на финише о победе или выигрыше, или о спорных ситуациях. Вот как раз Юрий Сипатов был бы супер искусственным интеллектом. Да, как главный судья наших соревнований. Интересно. Писут Чипа, но Чипа это уже не искусственное. Да, это уже не то. Конечно. Вот, давай еще пофантазируем. Давай возьмем искусственный интеллект в виде врачей, которые будут обслуживать человека, дотрагиваясь пальцем до его лба, определять его состояние на финише. Нужна ли ему скорая помощь, не нужна. Требуется ему вода или что-то еще. Поэтому вот за честность, видишь, мне говорят, если я не знаю, но за честность лучше бы вот так вот ставить плюсы. Да. Да, ждем еще один лайк. Еще один лайк, если вам понравился Юрий Сипатов. Мы писатели фантазии. В качестве искусственного интеллекта. Да. Так, хорошо, ну ладно, давай. Кого-то тоже вдохновили. Добро. Давай, мы еще ждем один лайк, но перейдем к следующему вопросу, чтобы не терять время. Я надеюсь, он долетит. Третий вопрос достаточно серьезный. Боитесь ли уменьшения количества участников на вашем главном старте в связи с пандемией? Что планируете делать, чтобы избежать этого? Ребят, ничего не планируем. Самое основное – это обеспечить безопасность людей. Если их придет на тот момент 2-3-4 тысячи человек, ничего плохого в этом нет. Самое главное – это показать, что бег жив, что люди могут участвовать в забегах, что любой пандемии может победить здоровый образ жизни. Фактически это вот так. Поэтому нас ничего не пугает. У нас были случаи, когда забеги от большого количества чуть-чуть снижали свое количество людей и участников. В этом нет ничего такого. И даже самые крупные марафоны мира – и берлинские, и чикарские – переживали такие моменты, когда количество участников было меньше, чем в предыдущий год. Поэтому кайфуем от того, что бежим по городу, наслаждаемся им. А у вас там, не знаю, 5 тысяч или 4 – это уже не имеет значения. Да, ставьте лайки, чтобы мы перешли к другому вопросу. Но пока я уточняющий задам. А какая планка в этом году все-таки на московский марафон по количеству? Чтобы понимать, до пандемии сколько планировали набрать? 30-35? Я шучу. Ладно, по поводу планки – окей. Давай, скажем так. Хотелось бы, на самом деле, чтобы было около 30 тысяч участников на двух дистанциях. Уверен, что, в принципе, даже в условиях пандемии это возможно достичь. С учетом того, что видно, насколько людей сейчас много увлекается бегом, и насколько сейчас их стало еще больше в условиях того, что они все сидят дома. Отлично. Следующий вопрос. Что чувствует директор московского марафона во время старта? Про свои ощущения расскажи. 8 часов утра. Понимаю, что все работает, и нервничаю уже намного меньше. В 9 уже старт. Уже не нервничаю совсем, потому что старт стартует в 9. В 9 часов 30 минут нервничаю, потому что финишируют первые участники. В 11 часов 5 минут начинаю нервничать, потому что финишируют участники. Надеюсь, мой ответ был услышан. Слушай, да, у нас мы в ускоренном режиме услышали твой ответ. На самом деле, очень интересно. Вот это волнами, как ты волнуешься и не волнуешься. Ребят, ставьте лайки. Ждем три лайка от вас. Вот такие для того, чтобы мы шли дальше. Мы сейчас идем дальше. Если что, вернемся к этому вопросу. Пятый вопрос. Что вы делаете, пока участники ваших забегов преодолевают дистанцию? Как следите за ходом соревнований? Вижу все в режиме онлайн на больших мониторах в Центре управления мероприятием. Наблюдаю за каждым участником, за каждым столом и за каждым километром, который есть. Прежде чем вы там пробежите, я посмотрю всю дистанцию от и до и пойму, где у меня стоят столы неправильно, где у меня волонтеры, допустим, чем-то занимаются не тем, где судьи расхолаженно сидят и не ждут и так далее. Поэтому я вижу всю дистанцию и понимаю общее состояние дел. Выгроженная дистанция, невыгроженная дистанция. Поэтому наблюдаю за всем процессом в онлайн режиме постоянно. Слушай, ну давайте ставьте лайки, это действительно очень интересно. Дим, поподробнее. То есть у тебя прям вот перед тобой все камеры, вся трасса видна, правильно? Выцепить любую часть трассы на камеру в городе и посмотреть, что у меня происходит на том или ином участке, если оттуда поступил какой-то сигнал. И это позволяет мне в кратчайшие сроки принимать решение по тому, что делать. Еще два лайка ждем. Расскажи, это взаимодействие с местными властями, да? То есть я так понимаю, это камеры, которые установлены в городе уже. Ты знаешь, после чемпионата мира нам досталось хорошее наследие в виде определенного количества камер, к которым мы имеем доступ. Да, и то же самое, что и происходит с камерами в Нью-Йорке, в Чикаго, в Берлине и так далее. Есть специальный центр управления мероприятием, антикризисный центр так называемый, где организаторы видят постоянно всю информацию, которая стекается туда. Это касается и количества людей, которые попали в больницу, допустим, если такие или иные коллеги. Общее состояние трассы, прохождение пиковой части трассы условно. Отлично. Идем дальше. На основании чего улучшаете свои мероприятия? Ориентируетесь ли на кого-то или обрабатываете обратную связь от участников? Все обрабатываем, в том числе и свое личное мнение. Обычно собирается после мероприятия команда, которая проходится по всем моментам организационным. Плюсы, минусы, доработки, недоработки, что было сделано, что не было сделано, где были нарушены коммуникации, где были серые зоны. О серых зонах мы с тобой знаем. Есть все равно в любой компании есть моменты, когда что-то упущено просто из вида, из-за того, что этот момент, не знаю, два сотрудника между собой не поделили, посчитали, что один это его обязанность, у другого это другого обязанность и так далее. Помимо этого, всегда смотрим обратную связь, всегда видим то, что говорят люди, и поэтому я надеюсь, что вы все видите, что я реагирую на те или иные слова, сказанные в интернете, и как бы всегда их учитываю. Это учитывает и в том числе вся команда, но если эта критика или замечания являются обоснованными и четкими. Потому что мы знаем, что есть очень много людей, которые очень много любят говорить и привлекают свое внимание через социальные сети того или иного организатора. На таких людей, которые просто болтают и говорят, что мы не обращаем внимания, а на таких людей, которым мы доверяем мнению. Потому что есть люди, которые бегали иностранные забеги, бегали Нью-Йорк, Лондон, Чикаго, они могут сказать это адекватно, с пониманием того, что является проблемой. Потому что я, например, знаю человека, который бежал в московский марафон, он работает в компании, которая является нашим партнером. И тут совершенно неожиданно на встрече он говорит мне, ты знаешь, у вас такая проблема. Я говорю, какая? Он говорит, я стоял 15 минут на старте. Я говорю, 15 минут на старте стоял? Я говорю, скажи, пожалуйста, а в кластере он стоял 15 минут на старте. Я говорю, скажи мне, пожалуйста, какой ты марафон еще бежал? Он говорит, никакого. Я говорю, о-о-о, понятно. Я говорю, а какой следующий? А он говорит, Нью-Йорк. Я говорю, о, в Нью-Йорке я с тобой поговорю. И так случилось Именно в Нью-Йорке При выходе из кластеров Когда ты уже финишируешь Есть такой сокол Я встречаю его Я говорю, ну, расскажи мне Как там в городке Он говорит, слушай, беру свои слова обратно Отлично, слушай, классная история Спасибо, идем дальше Продолжая тему Руководство московским марафоном Тяжело ли быть директором московского марафона Сколько человек у вас в команде Слушай, тяжело быть ответственным И ты знаешь, вне зависимости от того Директор ты московского марафона Директор ты казанского марафона Или какого-то еще Где есть люди И ты делаешь какое-то мероприятие для людей Перед тобой висит гигантская ответственность Перед всеми, кто пришел на мероприятие За жизни людей За ситуации, связанные с сервисом И так далее Все это ответственность В любом случае, как в футболе Победила команда Виновата команда Молодцы ребята Поиграла команда Виноват кто? Тренер В этой ситуации здесь точно такие же критерии оценки Вот, поэтому Конечно, ответственность большая И думаю, что чем больше людей Про команду То у нас около 50 человек работает И мы перед сезоном увеличили количество людей Было связано с тем, что у нас увеличилось количество Должно было быть увеличено количество мероприятий Вот, но вот сейчас мы этой командой сидим Мы ни у кого не увольняем Понимаем, что как бы это наша ответственность Вот даже сейчас ответственность Сохранить коллектив В ситуации без работы Да, как бы в эту Как бы серьезную ситуацию Ну сколько человек? Может просто связь плохая Не услышал Сколько человек в команде у тебя? Около 50 человек в команде 50 Слушай, это очень круто Это очень большая команда Ребят, если вам понравилось Соответственно, ставьте лайки Мы пока перейдем, чтобы пройти больше вопросов И это еще не предел Потому что с нами работают параллели Целые компании Которые обеспечивают нашу пиар Да, службу Это достаточно большая компания Состоящая из трех пиарщиков И людей, которые пишут тексты И отслеживают И работают во время мероприятия Да, это еще и Ребята, которые занимаются волонтерами Да, мы их как бы не причисляем к команде Хотя они как бы внутрь входят Да, это примерно 50 только тим-лидеров Не говоря уже О четырех с половиной тысячах людей Которые работают в те или иные На тех или иных мероприятиях Вот пока так Очень круто Очень масштабно Как изменилась твоя жизнь С появлением марафона? Ну, то есть вот когда До тринадцатого года Вот ты жил Наверное, может чуть пораньше И вот после тринадцатого Как изменилась жизнь? Слушай, она изменилась кардинально Футболист побежал Да, неожиданно для себя И для всех своих друзей Футболист стал бегать Побежала моя жена Дети побежали Мы стали ездить Вместо больших каких-то Вместо того, чтобы ездить на отдых В какие-то жаркие страны Где есть возможность побежать на солнце Мы едем сюда, где есть возможность Три дня побыть И пробежать какой-нибудь марафон Или полумарафон Вот Это с точки зрения отдыха С точки зрения Общения Мы стали говорить только о беге Мы стали говорить только о спорте О зоже Мы перестали пить вино Мы стали больше думать О восстановлении О том, что нормально спать И тренироваться И так далее Поэтому С женой очень часто спорю На тему такого Кто пойдет бегать Она или я Чтобы тебе тоже было понятно Это тоже Что произошло в моей семье Слушай, интересно Ребят, ставьте лайки Дим, чуть-чуть ухудшилась связь Может, ты зажал динамик Посмотри, пожалуйста А я пока задам тебе следующий вопрос Во, вот так отлично Лучше стало Расскажи про свой первый марафон В качестве участника Где это было И какие ощущения Еще раз повторить Я пропустил Потому что связь пропала Расскажи про свой первый марафон В качестве участника Где это было И какие ощущения Первый марафон Когда ты бежал Слушай, это было ужасно Это было ужасно В Лондоне Потому что Первый мой марафон был в Лондоне Я готовился к нему Примерно 5 или 6 месяцев Я сейчас не помню Все началось просто с планки Потом Началось с того, что я просто взял и сказал Что я побегу в марафон Потом я похудел на 13 килограмм Потом пришел бежать в лондонский марафон Не понимая вообще, куда я пришел и зачем Потом на 35-м километре Я поднял все, что думал Что-что? Стену марафонскую Когда ты преодолел И как? Давай завершим Как ты добежал Расскажи Слушай, ну это было ужасно Потому что Таких ощущений я не чувствовал Никогда в жизни Даже когда играл в футбол Играл очень много И тренировался Потому что у меня были достаточно серьезные тренировки В 18-19-летнем возрасте В команде мастеров И я бегал с мешками По 10 килограмм И возил людей на своих плечах И ты сам это знаешь Все такие тренировки Профессиональные Совершенно неожиданно Мне стало реально плохо На 35-м километре Я понял, что я как бы Не могу бежать Мне ломит тело Болит спина Единственное желание остановиться Но люди И ощущение того Что у меня бегут мурашки по коже Меня заставило двигаться дальше Единственное Я помню Вот эту фразу Я не забуду в своей жизни никогда Я себе задал вопрос И какой же Пип-пип-пип Придумал делать марафоны Ну вот Такие мысли были у меня на тот момент Я добежал Все было хорошо Но явно что Если говорить о моем организме Там была такая история Что я встретил Хью Джонса Это генеральный секретарь АИНС А он тоже бежал И я его назвал АИНС Да Я его назвал не Хью Джонсом Чтобы ты понял Как бы я назвал его Джоном Я и в тот момент понял Что мне очень плохо Да-да Слушай, отлично Еще два лайка Прилетит сейчас Ребят, ставьте Интересный вопрос Десятый Что должно делать государство Чтобы развивать Беговое движение в России На твое мнение Очень много говорит об этом По телевидению Делать какие-то фильмы Которые будут являться Как фильмы о хоккее и футболе Когда говорят о легендах Нам нужно знать своих легенд Мы о них мало что знаем Чем больше таких повествовательных фильмов Где есть конкретная легенда С примерами и так далее Тем больше у людей будут появляться В голове правильные мысли Сейчас таких легенд Кроме Искандера и Идгарова Которые являются легендой Для молодого поколения Пока по крайней мере нету Хотя мы с тобой знаем Что на самом деле Таких легенд очень много Тех кто побеждал В чемпионате И выигрывал В московский международный марафон мира И участвовал в Олимпийский Дима Дима ты здесь? Отлично Да Давай Задаю следующий вопрос Очень интересный Хочешь ли ты сам пробежать Московский марафон? Хочу Только что хотел рассказать О истории с Фредом Либоу Который пробежал свой марафон В 67, если не ошибаюсь, лет Я хочу его пробежать Конечно не в этом возрасте Но так или иначе Я обязательно хочу это сделать Потому что это Должно быть то же самое Что испытал Фред Ни разу не пробежал в Нью-Йорк И пробежал в конце своей жизни Я хочу чувствовать Такое же ощущение Понимаешь? Это вот кто? Тот самый ребенок Который ты хочешь убаюкать Своими собственными руками Да, как бы и пробежать Вот как-то так Круто Следующий вопрос Будет ли в 21-м году Расширение стартов Бегового сообщества? Да, мы планируем Наша основная задача Расширить стартов До 25-ти Поэтому расширение будет Так Ну я думаю Сейчас прилетят лайки Я просто Чтобы побольше Интересного было Смотри Многие говорят Что мир не будет прежним Как думаешь Вернется ли все В 21-22-м годах Ну так же Как и было Слушай Мир будет прежним Мы будем жить Будут жить наши дети Будут жить наши внуки Вопрос в том Что поменяется Но Однозначно Каждая Катастрофа Так или иначе Происходящая в жизни Людей Да, как бы Нас частично меняет Ментально меняет И так далее Но мы Дети 90-х Честно сказать Нас столько меняло жизнь Столько нас Делало сильной Поэтому мне Например Вот честно тебе скажу Как бы Мне все равно Как бы Да В этой истории Как бы Я готов к любым последствиям Как бы Да И готов жить И трудиться Вне зависимости от того Как все это пройдет Мне кажется Мы все равно Подстроимся Под всю ситуацию Мы с этой стороны Должны нести Людям Жизнь Должны нести Людям Положительные эмоции Как бы Без этого никуда Поэтому Надо смотреть на жизнь С ярко горящими глазами И понимать Что как бы Ничего Не происходит Да Понятно Люди умирают Люди умирают Каждый день В авариях И так далее Но Эти люди будут счастливы Как бы На небесах Глядя на нас Видят то Что мы продолжаем Жизнь И бороться за нее Вот и все Круто Слушай Вообще Отличный спич Следующий вопрос Расскажи Почему для молодежи У вас скидки На ваших стартах Очень интересно Слушай Мы занимаемся Развитием Студенческого спорта И хотим Чтобы больше студентов Привлекалось к бегу Мы обсуждали с тобой Это на Нью-Йоркском марафоне Если ты помнишь Как бы Да Когда мы Студенты Бегали У нас есть У нас есть Просто статистика По которой Мы видим Что Молодежь В возрасте От 17 до 21 года Начинает бегать Все меньше и меньше И это связано И с материальными проблемами И с тем Что накладывается На них Очень много Ответственности В жизни И сейчас Они уже должны Работать И так далее Мы пытаемся Минимизировать Вот этот входной билет Да Проходной билет И с точки зрения Хотя бы Снижения Стоимости участия На 50% Для нас это важно Плюс Мы запустили же проект Студенческого кубка Нам важно Чтобы люди В вузах Узнали Что есть беговые движения Есть бег Есть ЗОЖ Потому что Мы все были студентами Честно Это было У нас У многих Да Как бы Все мы гуляли Ходили на дискотеки Нормальная жизнь Любого студента О каком здоровье Мы говорим В этом возрасте Но мы понимаем Если мы не заложим Некой основы Сейчас В студенческом возрасте Мы все Да Как бы Придем к тому Что нам Не нужно будет Спорт в 40 лет И поэтому Сейчас наша задача И всех подтянуть К этому Я уверен Что как бы Нам это С совместными усилиями По всей стране Потому что Как раз сейчас Там все Ребята Из АСБ Грубо Из Ассоциации Студенческого баскетбола Как бы И так далее Все пытаются Создать Лиги Которые позволяют Объединить студентов Вокруг ЗОЖа Вокруг спорта Я считаю Что это очень Правильный шаг Вот мы идем Тем же самым путем Супер Ребят Ставьте лайки И у нас осталось Время буквально На один вопрос Дим Самый интересный Как мне кажется Когда Московский марафон Станет мейджором Слушай По финансовой Ситуации В стране Плюс Партнеры Плюс Так или иначе Это сложный вопрос Для этого требуется Большая финансовая поддержка Большое количество денег Как ты знаешь Несколько миллионов долларов Однозначно Как минимум Да Я как из Майнкрафта Правильно ребята пишут Да Требуется очень много Финансовых вливаний Требуется Создать структуру Которую может Проводить Мейджор Однозначно Москва Достойна того Чтобы быть Мейджором Но Как быстро это произойдет Не знаю Сейчас мы ведем Переговоры с ВФЛА Да Как бы Очень надеемся на то Что новое руководство ВФЛА восстановится В правах В отношении ИАВ Если это произойдет Мы начнем Хоть как-то с тобой Двигаться В отношении Лейблов Да Как бы Неважно Таких бронзовых Серебряных Золотых Так или иначе Начнем получать И привозить сюда В страну Больших атлетов Большие атлеты Из-за рубежа Дадут возможность Нашим атлетам Тоже расти Мы в целом Начнем двигать И экономику В сторону Увеличения Увеличения Призового фонда В сторону Увеличения Призовых денег От партнеров И так далее Плюс Мы начнем двигать Всю инфраструктуру Как бы Который будет Подвигать Молодое поколение Идти в бег Не в марафонский В начале Конечно же Отдавать детей В школу легкой атлетики Потом Как бы Они там С маленьких дистанций Будут уже Идти к 5 километрам Не знаю Потом к 10 километрам Ну как вот Пример Никитина Который в принципе Вот сейчас Дойдет И до марафонской дистанции И уверен Что как бы В принципе Очень многим Покажет еще здесь Вот Поэтому Для того Чтобы это произошло Я думаю Что должно пройти Лет 10 Да как бы Хотя если честно Я хотел бы это И за 5 лет пройти Как бы да Но Однозначно С учетом нынешней ситуации Это сделать За 5 лет не удастся Да Это просто как бы Из разряда Ну Не знаю Майнкрафт И все остальное Это сказка Которая Быть объективными Это тяжело сделать В данной ситуации 10 лет 10 Супер Дима Спасибо большое 15 вопросов Твой результат 15-ку мы пробежали С тобой За то время Пока Я кинонис Абекеле Пробежал Десятку И установил Владимир Волошин Если ты меня слышишь Владимир Волошин 21 против 15 Я никогда в жизни Бегать как ты Не буду Но 15 Они мои Володя Клянусь Дима Спасибо тебе большое Мне было самому Лично очень интересно Я надеюсь Что нашим зрителям Тоже понравилось Вот Немножко связь Просто против тебя сыграла А так 15-ка отличная Спасибо большое Будем на связи с тобой Давай Будь здоров Здоровья семье Всем удачи ребят И вам тоже Давай Пока 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 Пока